Фестиваль отгулял по улицам города, а главная его идея продолжает оставаться актуальной не только в нашем городе, но и во всем мире. Дружба, мир, уважение и солидарность народов. Здравствуйте! Вы смотрите события недели на телеканале Гродно+. В студии Наталья Дюрть. На выходных Гродно погрузился в атмосферу праздника. Повсюду можно было встретить представителей различных национальностей в ярких костюмах, звучали народные песни, а в некоторых уголках центра города разыгрывались настоящее шоу. Республиканский фестиваль национальных культур традиционно раз в два года проходит в Гродно. В этом году юбилейный, десятый раз. Открытие праздника организаторы предложили сделать вечером. В пятницу ровно в 21.00 театрализованное шествие участников фестиваля весело и нарядно заявило о себе. Все лучшие моменты красочного парада попали в объектив наших телекамер. С театрализованного шествия в Гродно стартовал 10-й республиканский фестиваль национальных культур. Каждая национальность представила свое мини-шоу. Жители и гости областного центра смогли насладиться песнями, танцами и красочными костюмами. Открыло шествие по традиции «Белорусская община», каждый участник которой шел с букетом полевых цветов. Непременным атрибутом стало полотно «Покров мира». Его несли известные мастерицы лоскутного шитья. Шествие завершилось на площади Ленина. Здесь состоялась торжественная церемония открытия. Приветствие от президента нашей страны организаторам, участникам и гостям фестиваля зачитал заместитель главы администрации президента Белоруссии Анатолий Лис. Александр Лукашенко выразил уверенность, что 10-й юбилейный фестиваль будет содействовать дальнейшему прочнению культурных и межэтнических связей, появлению новых ярких творческих коллективов и исполнителей, станет красочным событием в череде мероприятий города Гродно, культурной столицы Белоруссии 2014 года. Как отметил на торжественной церемонии открытия заместитель премьер-министра Анатолий Тозик, государство проводит целенаправленную работу по созданию условий для того, чтобы представитель каждой национальности, живущей на нашей земле, мог сохранить свою культуру и язык. Фестиваль в этом году проходит в знаковый для нас год – 70-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Это еще один повод вспомнить историю и отдать дань памяти и уважения представителям всех народов, освобождавших нашу Родину. Недавно у нас закончился чемпионат мира по хоккею. Вспомним его девиз – вместе мы праздник. Когда мы объединяемся, когда царит атмосфера взаимопонимания, доброжелательности, гостеприимства, то в итоге получаем хороший результат, который работает на созидание и на авторитет нашей страны. В своем выступлении председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Кравцов высказал благодарность всем национальным культурным объединениям республики, которые тщательно готовились к фестивалю и приехали в наш город, а также организаторам. Он подчеркнул, что в дни фестиваля в Гродно всегда царит очень хорошая атмосфера, которая устанавливается благодаря благожелательному отношению друг к другу. Я хочу высказать благодарность всем национальным культурным объединениям республики, которые откликнулись на приглашение организационного комитета и приехали в наш город. И, конечно, большое спасибо гродненцам, которые много сделали и еще сделают, чтобы фестиваль прошел интересно, организованно и успешно. Торжественная церемония продолжилась концертом белорусских и зарубежных исполнителей. На сцене выступили Лев Ещенко, Гюн Эш, немецкая группа Чингисхан и группа Ласковый май. В полночь концертную программу прервал праздничный фейерверк. Наталья Иванченко, Андрей Шмыгин, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+. Фестивальные дни действительно превратили наш город в арену одного из самых посещаемых праздников. Повсюду можно было встретить туристические автобусы из разных стран. Многие белорусы в эти дни посетили культурную столицу страны. Да и сами гродницы с удовольствием семьями прогулялись по красочным подворьям. А посмотреть действительно было на что. Нынешний фестиваль отречался высоким уровнем проведения и разнообразием мероприятий. О юбилейном фестивале организаторы решили оставить память потомкам. В Калужском парке появилась аллея дружбы. Каждое дерево, высаженное на ней, отражает колорит различных национальностей. Есть и особенно экзотические растения, которые, по мнению специалистов, должны прижиться в наших широтах. В день открытия фестиваля за лопатой и саженцы взялись не работники города, а представители национальных объединений. Как это было в репортаже нашей съемочной группы. В нашем городе на одну достопримечательность стала больше. В первый фестивальный день представители национальных объединений в Калужском парке сложили аллею дружбы. Здесь посадили около 40 редких деревьев. На церемонии закладки звучали слова благодарности организаторам фестиваля. Они получили право первыми посадить дерево. Как отметил председатель Грудненского городского совета депутатов Анатолий Никитин, закладка аллеи – это очень важное мероприятие. Ведь дружить можно по-разному. Можно встретиться, посмотреть концерт и разъехаться. А оставить после себя память в качестве посаженных деревьев – это, я считаю, великое дело. И сейчас гости будут приезжать со всех диаспортам сюда и смотреть, как растут деревья в память о нашей встрече на 10-м фестивале. Символично и то, что были посажены деревья, которые так или иначе связаны с традициями национальных культур, либо произрастают в странах, где проживает большинство представителей той или иной национальности. В Калужском парке появились кедровая сосна, платан, пихта, амурский бархат и акация, рябина, клён, дуб, ива. Кстати, многие из деревьев для Беларуси экзотические. Закладка аллеи для диаспорт стала значимым событием. Очень бы хотелось лет через 10 посмотреть, во что превратится этот парк. Ну, очень красиво всё, конечно, сближает с национальностями. Прежде всего, символично очень, потому что это связь времён. Надежда на то, что когда-то мои дети, когда-то дети подрастут, посетят этот парк. Если я подрасту, приеду сюда и посмотрю на моё дерево, и буду за ним ухаживать. Участники акции уверены, что аллея наряду с брендовым цветиком-семицветиком станет новым символом большого радостного многонационального праздника. Во время фестиваля прошло значимое для города событие. Открытие памятного знака на месте утраченного храма Фарвитовта. Здание, которое сотни лет хранило историю города, в советские годы было взорвано по приказу властей. Сегодня события тех дней переоценены, а памятное место решено увековечить. Немалую дату, а именно 625 лет с момента создания, мог бы в этом году отпраздновать один из самых больших храмов Гродно – костёл Фарвитовта. Однако его история закончилась ещё в 1961 году. Он был взорван. На месте нахождения храма, который не раз перестраивался и перенадлежал разным конфессиям, и католикам, и православным, было решено возвести памятный знак. А в рамках прошедшего фестиваля национальных культур состоялось торжественное открытие и освещение скульптуры поклонного креста. И, несомненно, лишь одно – храм остался жить в нашей жизни, в памяти гродненцев, как и многие другие, которые исчезли в разные периоды нашей истории. Пусть отрезок этой памятной ленты будет добрым воспоминанием о сегодняшнем знаменательном событии. Традиционный ритуал разрезания ленты совершили первый заместитель председателя Гродненского горсполкома Борис Фёдоров совместно с католическим епископом Александром Кашкевичем и православным епископом Преосвященным Артемием. Представители двух конфессий осветили каменную скульптуру и прочли молитвы. По словам епископа Александра Кашкевича, это не просто памятный знак, но ещё один шаг навстречу союзу двух христианских религий. Это место очень святое, имеет свою историю и очень значимое. Я думаю, что хорошо, что настал такой день, что здесь осветили это место, так как оно было освящено через многие поколения наших предков, намолено место. Хотя этого здания нет, которое было построено с кирпича, конечно, имело свою архитектуру, но самое главное, что мы имели святыню в своём сердце. На мероприятии собрались жители и гости города, чтобы помолиться и своими глазами увидеть новую скульптурную композицию – поклонный крест, который расположился на месте бывшего храма. Диана Шитик, Максим Базиленко, Новости Гродно+. Фестиваль национальных культур оставил после себя хорошее настроение, приятные воспоминания, новые памятные знаки, а также подарки городу. Одним из таких подарков стал очерк столетней давности, который представитель Брестского горосполкома Владимир Чернов передал в дар первому заместителю председателя Гродненского горосполкома Борису Фёдорову. В этой редкой книге, изданной в 1916 году, сохранились литографии Старого Гродна, а также Лиды, Вильнюса и Каунаса. Автор труда Херман Штрук был фронтовым офицером во время Первой мировой войны и делал зарисовки для военных журналов тех лет. В книге собраны рисунки храмов, старая деревянная синагога, возвышающаяся на холме, кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия, или, как его принято называть в народе, фарный костёл. Также в зарисовках можно найти восхитительные городские пейзажи и не менее прекрасное описание к ним. Книга-очерк займёт своё достойное место в одном из Гродненских музеев. Я думаю, что её соответствующие круги изучат. Что мы могли, мы перевели из тех аннотаций, которые в этой книге есть. Но то, что вот эта история столетней давности, я думаю, сейчас она наиболее интересна, актуальна, потому что Гродно, по сути, сохранил свои исторические корни, сохранил свои исторические памятники. И вот сравнить то, что было и что есть сейчас, я думаю, это будет интересно жителям города. Телеканал Гродно Плюс совместно с нашим радио, 105.0 МФМ и Гродницким госполкомом на второй день фестиваля подвёл итоги первого городского конкурса детского рисунка «Раздоцветный город». На протяжении практически месяца в редакцию поступали красочные картинки от юных гродницев, которые изображали наш дружный и многонациональный город. Чья работа покорила жюри, расскажет Артём Новицкий. Ей всего восемь, и на её палитре нет тёмных красок. Таким маленькая Арина видит его, свой родной Гродно. Ведь детский взгляд на взрослые достижения гроднинских архитекторов всегда особенный. Я нарисовала драматический театр, и я очень люблю свой город Гродно. У меня настроение просто классное. Видела национальные костюмы, я фотографировалась, и самое главное, я участвовала. На этих рисунках обычно драмтеатр, фарный костёл или просто панельные многоэтажки. Одним словом, то, что дети видят чаще всего. Но в этот раз всё по-другому. Фестиваль национальных культур превратил Гродно в один сплошной калаш. К слову, другие сегодня и призы. Белогропромбанк по случаю конкурса не оставил без подарка ни одного из ребят, а авторы самых интересных рисунков получили от спонсора современные электронные устройства. Дарить подарки намного приятнее, чем их получать. В каждом рисунке мы видели душу каждого ребёнка, и что они любят наш город, они ценят наш город, и они горды тем, что живут в нашем городе. Без сюрприза не остались и случайные прохожие. Помимо ярких детских рисунков, весёлую атмосферу праздника удачно дополнили ведущие радио МФМ и наш телеканал. Мы весь май проводили конкурс детских рисунков «Разноцветный город», естественно, приуроченный к фестивалю национальных культур. Дети рисовали наш дружный, многонациональный Гродно. Пришло к нам 53 работы, что нас очень порадовало. И работы все, вот вы видите, очень достойные, очень интересные, и в каждой есть своя душа и своё настроение. Почти час позитивных эмоций, подарки от Белагропромбанка и десятки детских улыбок. Как оказалось, превратить обычный конкурс детского рисунка в необычное представление не так уж и сложно. Артём Новицкий, Анатолий Бояренцев, Новости, Гродно+. Десятый Республиканский фестиваль национальных культур уже канул в лету и занял достойное место в летописи города. Но пройдёт совсем немного времени, как Гродно вновь начнёт подготовку к следующему многоциональному празднику. Чем в следующий раз организаторы постараются удивить искушённых Гродниц и футуристов, сложно даже представить. Но мы уверены, что им это вновь удастся. Но обратимся к другим важным событиям в городе и стране. Как привлечь частный бизнес к сотрудничеству с государством? На каких взаимовыгодных условиях налаживать эту работу? Сегодня в правительстве готовится законопроект о регулировании государственно-частного партнёрства в Беларуси. Он пока в стадии разработки. Специалисты проводят мониторинг ситуации в стране и говорят, что к подобному виду партнёрства есть все предпосылки. В четверг в Гродинском облсполкоме прошло выездное заседание постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по экономической политике. А накануне состоялась пресс-конференция для журналистов. Как в нашей стране государство планирует привлекать частный капитал на социально значимые объекты, узнавала Евгения Филиппова. Сегодня в Гродно состоялось первое выездное заседание постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике. На повестке дня один, но очень важный вопрос. Речь шла о законодательном регулировании государственно-частного партнерства в Беларуси. Перед заседанием состоялась пресс-конференция, где участники форума подробно рассказали о новой для нашей страны форме развития и инфраструктуры. Стоит отметить, что любое взаимодействие государства и бизнеса в какой-то степени уже является направлением государственно-частного партнерства. Главная задача проекта — привлечение частных лиц, которые возьмут на себя финансирование объектов. На заседании шла речь о той форме государственно-частного партнерства, которое неоднократно обсуждалось на международном уровне, а также о проектах, которые уже реализуются по принципу работы новой формы рынка по привлечению частного капитала по международным стандартам. Большинство таких проектов предполагает развитие не только производственной, но и социальной инфраструктур, как, например, школы, больницы и другие социальные объекты. ГЧП — это понятие относительно новое для Республики Беларусь в том международном понимании, которое я только что определил. И любое новое экономическое явление, любой новый экономический механизм требует определенной институциональной составляющей, определенной институциональной подготовки. И вот те институты, которые мы уже обозначили, это и Центр государственного частного партнерства, это и Межведовственный, инфраструктурный, координационный совет, который создан постановлением Совета Министров. И законодательство, проект закона, который будет сегодня обсуждаться, это все составляет институциональную среду для развития этого инструмента. В рамках проекта с информационными мероприятиями планируется посетить все регионы нашей страны. Как отметили на заседании, при правильном подходе и структурировании государственно-частного партнерства в Беларуси, новая форма развития инфраструктуры будет иметь несомненный успех. ГЧП как сотрудничество государства и бизнеса предполагает распределение рисков. Что за этим стоит? За этим стоит определенное обязательство, которое берет на себя как государство, так и частный партнер. В частности, государство предоставляет поддержку государственную не только путем бюджетного финансирования, но и также путем активной помощи, скажем так, частному партнеру при осуществлении проекта. Частный же партнер осуществляет финансирование проекта с привлечением международных финансовых организаций и банковских кредитов, что, в свою очередь, позволяет значительно уменьшить нагрузку на государственный бюджет. Стоит отметить, что такой механизм уже активно используется на территории СНГ и бывших стран Советского Союза. Здесь законодательные акты относительно государственно-частного партнерства либо приняты и успешно работают, либо находятся в процессе принятия. К слову, один из пионерских успешных проектов был реализован в Великобритании, которая первой начала работу в этом направлении. Лидером по применению механизма государственно-частного партнерства в России является Санкт-Петербург, в частности, аэропорт Пулково. В Беларуси в ближайшее время планируется реализовать два пилотных проекта, с помощью которых будет установлена эффективность работы новой экономической модели. Проекты могут быть и глобальными, и точечными. Одним из направлений может быть это строительство дорог, это может быть возможны платные дороги, это государственно-частное партнерство может быть и в различных отраслях социальной сферы, образование, здравоохранение, культура, туризм и так далее. Я думаю, что, безусловно, после принятия законопроекта хотелось бы начинать с небольших точечных проектов, и это будет правильно. Улучшение инвестиционного климата и привлечение внутренних и иностранных инвестиций в инфраструктуру нашей страны – вот основная цель государственно-частного партнерства. К слову, в Беларуси законопроект о регулировании государственно-частного партнерства пока находится в стадии разработки. Как утверждают специалисты, принятие такого документа откроет перед нашим государством большие возможности. Планируется, что новый закон вступит в силу уже в следующем году. Евгений Филиппов, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Проблемы исторических центров одинаковы для всех крупных городов Беларуси. Это плохая проходимость общественного транспорта, небогатый выбор парковок, устаревшие коммуникации в жилых домах. Центр города должен быть деловым или жилым? Этот вопрос обсуждался во вторник на республиканском семинаре по сохранению историко-культурных ценностей. Каким выводом пришли участники форума, знает Юлия Косила. Гродно – историческая сокровищница Беларуси. Именно здесь сегодня прошел республиканский семинар для председателей городских советов депутатов, которые прибыли в наш город со всей Беларуси. Поделиться опытом в сфере сохранения культурно-исторического наследия и улучшить городскую жизнь – основные задачи такой встречи. Тема очень актуальна для нашего города, ведь весь исторический центр – это единый памятник в 300 гектаров. В Гродно постоянно проходит реконструкция архитектурных сооружений, которые в последнее время все чаще занимаются предприниматели. Видно, с каким вот трепетом жители относятся к городу. Он чистый, красивый, восстанавливается памятник, как-то вот находится понимание между людьми разных конфессий, это очень важно. Тут и церковь, и синагога, и костел, и кирха. Ну, это хорошо, потому что каждый выбирает то, к чему душа у него лежит и помогает это все делать, восстанавливать. Однако сохранение старинных зданий и имеет и обратную сторону медали. Во многих домах конца 19-го столетия все еще живут люди. Эксплуатация таких сооружений очень затратна. На семинаре также обсудили проблему совмещения функциональности делового Гродно и туристического города-музея. Ведь в последние годы острее стал вопрос, например, недостаточного количества парковочных мест в центре. Конечно, возникают проблемы и транспортные развязки, и парковки, и так далее. И старые дома, они как памятники исторические, но для проживания, естественно, уже проблемы. Тоже надо людей куда-то переселить. Все это, ну, не просто, это же все живые люди. Конечно, их эти проблемы надо увязывать. Программа спатчена, вот она есть, она работает, и это очень важно. Но опять же, вот это финансирование, куда больше уделить внимание, чему, вот этому объекту или какому-то другому. Я думаю, что тут, конечно, надо подключать и общественность, чтобы высказывали свое мнение. Председатели Совета депутатов с разных городов Беларуси сегодня совершили экскурсию, изучили и обобщили опыт работы на базе Гродно, ведь наш город – уникальная историческая площадка. Очень важно будущее, потому что мы сегодня речь ведем о том, что есть в Гродно, что наработано. И вот этот опыт гродлинцев, естественно, будет использоваться во всей Беларуси, потому что участие в семинаре, в семинаре, кроме сенаторов, принимают председатели городских советов наших крупных городов страны. И то, что вот они увидят Гродно, они принесут и в тот же Могилев, и в Витебск, и в Новополоцк, и в другие города. Все предложения по сохранению и развитию культурного исторического наследия в Беларуси, сделанные на семинаре, будут рассмотрены в Министерстве культуры. А это значит, что Гродно и в будущем не потеряет свою необыкновенную историческую атмосферу. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Далее в нашей программе. Золотые и серебряные медали лучшим выпускникам. На набережной реки Нема прошел городской выпускной бал. Их по праву называют гордостью нашего города. В этом году состоялся первый выпуск Гродненского областного кадетского училища. Расстояние в сотни километров за 30 минут. Белавия возобновила пассажирский авиарейс Калининград-Гродно-Калининград. Цена жизни порой считанной секунды. Боевые машины МЧС, спешащие на пожар, теряют драгоценное время, пока водители не уступают им дорогу. Акция учения в очередной раз подтвердила опасения спасателей. Револьвер «Наган» 39-го года и патроны Первой мировой. Гродненец добровольно сдал в милицию редкое оружие. Поздравления и награды представителям одной из самых уважаемых профессий. Завтра в Беларуси отмечается День медицинского работника. В четверг в учреждениях общего среднего образования города прошли выпускные вечера. Прощание со школой, последний вальс и заветный аттестат. Лучшие выпускники получили главный документ о среднем образовании из рук первого заместителя председателя Гродненского городского исполнительного комитета. Главный городской балл в этом году впервые прошел у фонтана «Дружба народов» на набережной реки Нема. В этом году среди гродненских школьников 120 медалистов, из которых 109 золотых и 11 серебряных. О самых умных и трудолюбивых героях дня в репортаже нашей съемочной группы. Все давно знают, набережная Нема-Ноуфонтанов – любимое место гродненской молодежи. Именно здесь, сегодня после обеда, собрались медалисты. Выпускники всех школ и гимназий, кто отмечен за учебу с золотом и серебром. Пройдет еще несколько часов, и в учреждениях общего среднего образования начнутся выпускные вечера. Стало доброй традицией проводить торжественную церемонию вручения учащимся, которые достигли высоких результатов в учебе золотых и серебряных медалей. Эта идея была в свое время инициирована Гродненским городским исполнительным комитетом и Гродненским городским советом депутатов. И сегодня мы так нетрадиционно подошли к месту проведения этого мероприятия и выбрали набережную Немана. Это действительно символично. Река течет, время течет. И это как старт, символический старт новой жизни, новым веянием наших выпускников. Нарядное, красивое и счастливое многие с родителями, вчерашние дети и без пяти минут уже взрослые пришли получить свой аттестат и медаль, завоеванная усердным трудом и знаниями. И этот вальс для них в исполнении младшеклассников как символ вступления в большую самостоятельную жизнь. Первый заместитель председателя Гродненского горисполкома Борис Фёдоров тепло поздравил с окончанием школы. Какое удовольствие смотреть на эти умные, уверенные в себе лица. И вот они, заветные золотые медали и аттестаты о получении среднего образования вручаются счастливым выпускникам. И каждому из них Борис Фёдоров сумел найти особые слова и сделать наказ. Я уже счастливый человек, который с вами получаю медаль. Тесту раздавать не надо, моя душа спокойна. Так что жду дня, когда сдавать документы и всё, студент. Я выиграл Олимпиаду Республиканскую по химии на заключительном этапе, поэтому я могу поступить без экзаменов в любое заведение, где по специальности химия. А самых счастливых здесь 17 человек. Победители Республиканских Олимпиад с момента получения аттестата уже студенты вузов. Заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша куратор образования с волнением вручала аттестаты. Она побывала на многих выпускных экзаменах и отметила высокий уровень подготовки выпускников в этом году. Желаю, чтобы дети и их родители дальше вместе избрали правильный жизненный путь. И эти медалисты сегодняшние это очевидно будущая элита нашей страны. Желаю всем им здоровья, успехов, благополучия им и нашей стране вместе с ними. В эти минуты во всех школах идут выпускные балы. Счастья вам, выпускники 2014 года! Военный парад, кадетский вальс и аттестат как билет в новую взрослую жизнь. В этом году в Гродненском областном кадетском училище прошел первый выпускной. Руководство решило отметить этот исторический день по-особенному. Для будущих защитников отечества устроили настоящий военный парад с приездом на ретроавтомобили начальника училища, маршем и демонстрацией оружия и техники. Где продолжат кадеты свое обучение и кто уже на сегодняшний день перешел в разряды курсантов высших учебных заведений, знает наш корреспондент. Сегодня в Гродненском областном кадетском училище прошло торжественное мероприятие. Пройдя трехлетний курс обучения, 26 парней и девушек покинули стены родного заведения. Главной церемонией торжественного построения стало вручение аттестатов и специальных знаков. Не обошлось, конечно, и без кадетского вальса. Кадетский вальс, кадетский вальс, белые платья, счастливые лица, кадетский вальс, кадетский вальс. Поздравить выпускников пришли представители органов власти, правоохранительных и силовых структур, родные и близкие. Для всех желающих была организована выставка различных видов оружия, военной и спасательной техники. Как отметил директор Гродненского областного кадетского училища Виктор Матук, выпускники достойно проучились все три года. Все это время наряду с общеобразовательными дисциплинами им преподавали основы права, строевую и огневую подготовку, единоборство и знакомили с сазами военной науки. Немало внимания уделялось воспитанию патриотизма и кадетского братства. На сегодняшний день из 26 наших выпускников 16 человек считают уже себя курсантами учебных заведений и силовых структур. Потому что согласно указу президента те, кто имеет оценки 7 баллов выше, имеют право поступать без такого тестирования. Это нас очень радует. Конечно, становится нами грустно расставаться с нашими кадетами, потому что мы за три года уже свыклись с ними, скажем так, сошлись и душой. Мы как одна семья боевая, вот как кадетское братство. Ну, конечно, в дальнейшем мы будем отслеживать их путь, где-то помогать, где-то должным словом, где-то советом. Грустно покидать учебное заведение и самим выпускникам. Выпускать немножко с грустью может, хотел бы еще остаться, но здесь я обрел настоящих друзей, понял, что такое служба. Гродненское областное кадетское училище показывает хорошие результаты по подготовке ребят к службе в силовых структурах. Его воспитанники принимают активное участие в спортивных состязаниях, олимпиадах и творческих конкурсах. Успех и заслуги кадетов подтверждается большим количеством наград, для которых в училище выделили даже специальное место. За три года завоевано порядка 50 дипломов и грамот. Кроме того, училище является единственным в Белоруссии, которое награждено орденом Кадетское братство. Это высшая награда общественного объединения Белорусского союза суворовцев и кадетов. Диана Шитик, Андрей Шмыгин, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. Традиционно, с приходом лета компания Белавиа возобновляет рейс Калининград-Гродно-Калининград. Во вторник состоялся первый полет. Самолет будет курсировать между городами два раза в неделю. Перелет длится около получаса. Напомню, что Белавиа открыла калининградский рейс в 2011 году. С того времени существуют перевозки пассажиров по этому маршруту в летний-осенний период. В первое воздушное плавание после зимы провожал самолет и наша съемочная группа. Национальная авиакомпания Белавиа возобновила авиарейс Калининград-Гродно-Калининград. Первый самолет с 34 пассажирами на борту приземлился сегодня в Гронинском аэропорту в первой половине дня. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по вторникам и пятницам. Вылет из областного центра в 11.50. Время полета составляет 30 минут. Это очень удобно для пассажиров, для наших пассажиров, ну и, соответственно, для транзитных пассажиров, которые осуществляют свои поездки через Калининград. Мы приглашаем всех пассажиров воспользоваться нашими услугами, услугами аэропорта Гродно и осуществить свою поездку на самолете по маршруту Гродно-Калининград. Такой рейс всегда востребован и заполняется практически на 100%. На этом маршруте эксплуатируются канадские самолеты CRG-200, позволяющие перевозить 50 пассажиров с обслуживанием по бизнес и эконом-классам. Командир воздушного судна Андрей Берилев остался доволен сегодняшним полетом. Полет прошел спокойно. Время полета составило полчаса у нас. Погода хорошая, без турбулентности, условия, в принципе, очень хорошие. Авиарейсы запланированы как сезонные, они будут выполняться по сентябрь. Следует отметить, что при путешествии авиатранспортом отпадает необходимость получения транзитной визы. Это значительно упрощает процедуру оформления проездных документов и сокращает расходы на преодоление расстояния между нашей страной и Калининградской областью России. Юлия Нестер, Андрей Шмагин, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. Как на Гродненских дорогах обстоит дело с пропуском специальной техники оперативного назначения? Совместный эксперимент ГАИ и МЧС расставил все на свои места. Вчера инспекторы и спасатели сидели за тем, как водители обеспечивают беспрепятственный проезд пожарной машины с включенными маячками синего цвета. Цель акции учения еще раз обратить внимание жителей города на важность своевременного прибытия спасательного транспорта к месту пожара. Репортаж Юлии Броско. Гибель людей на пожарах главная проблема, с которой пытаются справиться спасатели и порой несколько секунд могут спасти человеческие жизни. Боевые машины МЧС способны приехать в любую точку города в течение трех-пяти минут. Однако, далеко не всегда этот лимит выдерживается и совсем не по вине спасателей. У нас был вызов на пожар по улице Добролюбова, 23, где мы прибыли через 10 минут. Ну и также был сильный ветер, вот как сегодня, и крышу здания вообще огнем слезало. Конечно же, это вызвало недовольство погорельцев, соседей, обоснованные нарекания, но это был час пик. Все люди спешили домой с работы, соответственно, не уступали место специальному транспорту МЧС. Сегодняшняя акция учения проходила далеко не в час пик и не на самых оживленных участках дорог. Однако, среди большинства изучавших ПДД водителей нашлись и те, кто не уступил дорогу машине МЧС. За рулем Фольксвагена опытный водитель без записи в талоне. Мужчина сослался на невнимательность, которая могла стоить чьей-то жизни. К сожалению, в настоящий момент не все водители, скажем так, адекватно иногда реагируют на сложившуюся обстановку на дороге. Все специальные транспортные средства, то будет это скорая помощь, транспорт МЧС либо еще другие какие-то специальные службы. При использовании этих своих световых звуковых сигналов они пользуются преимуществом. Поэтому тут, наверное, больше надо сказать про гражданскую ответственность всех наших водителей и особенно пешеходов. Если такой автомобиль движется с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом, нужно всегда понимать, что он куда-то спешит, это прежде всего, и он кому-то хочет оказать неотложную помощь. Водитель Фольксвагена грозит штраф в размере от двух до десяти базовых величин. Кроме этого, мужчине, возможно, придется на некоторый период лишиться водительских прав. К слову, много времени спасатели тратят и на невнимательных пешеходов, а также на заторы во дворах. Существует также острая проблема это подъезда проезда специальной техники МЧС во дворах. Это особенно крупногабаритный. Особенно эта проблема существует в вечернее и ночное время, когда люди приезжают домой и паркуют свой легковой автотранспорт. Конечно же, проблему эту сегодня не решить. В течение какого-то определенного времени не сразу построятся эти автостоянки. Но я обращаюсь ко всем гродницам, чтобы, когда парковали личный автотранспорт, смотрели и обеспечивали проезд для специальных служб МЧС и других специальных служб. За текущий период этого года в Гродно произошло 44 пожара. В огне погибло 6 человек. Для сравнения, за весь прошлый год зафиксировано было 40 пожаров и 3 смерти на них. Обстановка в городе остается пожароопасной. Спасатели и сотрудники госавтоинспекции призывают гродницам быть внимательнее на дорогах и помнить, что автомобили с мигалками и звуковой сиреной возможно едут спасать чью-то жизнь. Юлия Броско, Антоний Бояринцев, Новости, Гродно+. Револьвер Наган 1939 года, карабин Мосина, гладкоствольное охотничье ружье и около 300 боеприпасов. Такой боевой набор достался жителю областного центра по наследству. Разрешения на законы хранения оружия у мужчины не было, поэтому он, понимая всю ответственность, не стал шутить с правоохранительными органами и добровольно принес все в милицию. На хранение у гражданина было также 200 патронов калибра 5,6 и около 100 патронов, калибра 7,62, среди которых боеприпасы времен Первой мировой войны. Стоит отметить, что все и огнестрельное оружие и патроны по-прежнему находятся в рабочем состоянии. В настоящее время по данному факту проводится проверка. В управлении внутренних дел Гродинского облсполкома в очередной раз напоминают, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность. Согласно действующему законодательству с лиц добровольно сдавших оружие это ответственность снимается. Граждан, у которых все это будет изыматься сотрудниками милиции в случаях не предусмотрено заказ. То есть если он сам не выдал этот гражданин боеприпасы, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, предусмотрена законом статья 295 Уголовного кодекса. Согласно санкции этой статьи человеку может быть назначено наказание в виде лишения свободы вплоть до 5-6 лет. В эти выходные свой профессиональный праздник отметят все медицинские работники Беларуси. Врачевание испокон веков считалось одной из самых почитаемых и ответственных профессий. Повседневная забота о здоровье населения, предупреждение заболеваний, возвращение больных к полноценной жизни. Все это придает особый статус медицинским работникам, людям высокого общественного долга. Для них в Гродинском областном драматическом театре прошел торжественный вечер с награждением лучших медиков и концертными номерами. Репортаж Юлии Косила. Люди в белых халатах. Именно они каждый день охраняют наше здоровье. Ежегодно в 3-е воскресенье июня в Беларуси отмечают День медицинского работника. Торжественное чествование медиков в преддверии профессионального праздника состоялось в драматическом театре. Тут собрались самые опытные врачи, многие из которых спасли не одну жизнь. Бытует мнение, что медицина по точности вторая после богословия. Однако сегодня так говорить было бы несправедливо. Медицина нынче достаточно точная наука, которая может и быстро и качественно и вовремя поставить диагноз и спасти жизнь пациенту ни одному и ни одному десятку ни одной сотни. Мы сейчас являемся свидетелями того, какими семимильными шагами развивается медицинская наука, какие высокоточные методы лечения диагностики идут в практику. Раньше при определенных заболеваниях человек был обречен. Сейчас же новые технологии помогают справляться со многими заболеваниями. Сегодня медикам идут навстречу, вкладывают деньги в оборудование, по всей области открываются новые корпуса больниц и поликлиники, ремонтируются старые учреждения здравоохранения. Многое и в этом году достигнуто. Почти вдвое снизилась младенческая смертность. Гродницкие врачи успешно освоили пересадку почек, в практику внедряются и другие высокотехнологичные операции, в том числе и на сердце. Главной проблемой в здравоохранении остается нехватка кадров. В этом направлении ведется постоянная работа, благо условия для комфортной работы во многих медицинских учреждениях уже созданы, а Гродницкий медуниверситет успешно ведет подготовку специалистов. В этом году мы открыли хирургический корпус детской больницы. Через неделю две мы открываем амбулаторию вертелишка. Надеюсь, что к августу мы откроем нашу областную инфекционную больницу после капитального ремонта. Это будет достаточно хорошо оснащенное оборудование медицинских городок. На очереди еще раз задумок, которые мы надеемся с помощью нашей областной исполнительной власти реализовать. Я хочу себя благодарить за работу, пожелать докторам просто здоровья. И вот этого оптимизма и этой самоотдачи, которая в настоящее время существует. Медики приходят каждому из нас на помощь в самые трудные минуты жизни. Именно от них зависит одна из самых важных ценностей человека – здоровье. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Такими выдались эти ушедшие семь дней в объективах наших телекамер. Вы смотрели события недели на телеканале Гродно+. Приятных выходных, удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова